Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, Мецара, прокаженный, глава о том, как человек заражается всякими болезнями. Но когда спрашивают каббалистов, о чем это глава, они говорят, что это глава спасения, о великом спасении. Потому что человеку Бог дал язык, язык без костей, и человек очень много грехов зарабатывает этим языком. Если для этого спасение есть, написано, и от Мецара, и от всего этого, есть спасение. Бог оставил нам лекарство. Какое это лекарство? Это очень необычное лекарство. Я сначала расскажу маленькую Майсу. Был такой Баба Сали, очень известный каббалист. Вот у него были друзья, они приходили к нему шаббатом, кушали. Вот заходит к нему друг, много людей, и тот начинает его оскорблять. Он начинает мерзависеть, уходи отсюда. Тот в ужасе. Во-первых, это неприятно, когда люди, но когда это Баба Сали, в общем, он вышел, плакал там, все, потом вернулся к Бабе Сали, тот улыбается, заходи, дорогой. Он говорит, ты знаешь, я увидел за твоей спиной, когда зашел ангел смерти. Я вспомнил наши слова, решение каббалистов, что когда человека оскорбляют публично, то это почти смерть. Я для этого тебе сейчас посмотрел, я тебя выручил. Это такое вступление. И вы знаете, не зря мы каждое утро читаем молитву, а пусть душа моя повергается в праг пред каждым. В этой главе нам рассказали о невероятном лекарстве, которое Бог сказал. Итак, если мы прощаем те обиды, которые нам публично наносятся, это списывает наши леки. Написал Раби Нахман. Он сказал, что следующее. Когда человека оскорбляет и позорит тебя, не являясь тебе врагом, в первую очередь, терпи и переноси стыд, поскольку то, что он позорит тебя, это свыше. Этим позором ты скрыт и спрятан от сатана, который ненавидит, постоянно восстает против тебя. Поэтому, благодаря тому позору, который ты терпишь от людей, не являющихся тебе врагом, что особенно важно, тогда это вообще важно, то не будет против тебя на небе обвинений. Это очень важная вещь. Она намного серьезнее написана, что если человек не мстит и не отвечает на обиду, и принимает боль, это продлевает ему жизнь. Более того, Хафицхайм написал, что умение пренебречь обидой это единственная возможность продлить жизнь человеку, даже когда на небе уже вынесено решение ее пресечения. Вы понимаете? То есть у нас в руках невероятные силы вещи. А теперь я расскажу вам еще одну короткую историю. Один из детей в классе заболел. Заболел тяжело. Родители ходили с ним от одного врача к другому, но, к сожалению, так и не смогли вылечить. Однажды в классе устроили конкурс детских рисунков, и каждый ребенок рисовал, как умел. И больной ребенок тоже попытался свои силы, ему удалось нарисовать картину, он там хороший, плохой, не знает, он пришел к классному, подскочил один из одноклассников и заорал, это разве рисунок, это бред, и разорвал его и бросил на пол. Ну, понимаете, да, состояние мальчика этого. Мальчик сдержался, ничего не ответил. Учитель тоже не знал. В общем, никто никому не стал, родителям тоже. Спустя два дня отец спросил его, ну, как понравился учителю твой рисунок? Тот, говорит, я ему не показывал, он был не такой уж красивый. Отец понял, что произошло что-то странное, и позвонил учителю узнать, и так далее. И в результате они, так сказать, пришли к тому, что надо разобраться, учитель продолжал расспросы, и в конце он уже все выяснил, сложил пазл этот, и позвал мальчика и говорит, как же ты никому не рассказал, что так этот, там, такой-то поступил с тобой. И мальчик, ученик этот, простодушно говорит, вы ведь знаете, что мне нужно излечение. Наши мудрецы говорят, что те, кто не обижается, когда их унижают, кто слышит оскорбление и не отвечает, да сказано в шахтим, что? Сказано, любящие его, да будут как солнце восходящее, да? И может, в награду за это Бог смилует себя и пошло от меня исцеления. Прошло немного дней, и понятно, что больной пошел на поправку. Он чувствовал себя лучше, живет сегодня как здоровый человек, к удивлению врачей, которые вообще не могут ничего объяснить. Что происходит? Еще раз, вдуматься надо. В книге «Решит хохма» описывается история об одном благочестивом человеке, которого спросили, какой день жизни твой был самый радостный? И он сказал, что это был день, когда меня очень сильно опозорили, а я снес это молча и не рассердился. Вот так вот понимают люди, которые чувствуют, что происходит. Это величайшая сила суметь смолчать. Это величайшее достижение, которое мы можем в духовном мире найти. И поэтому, видите, как все в этом мире непросто. Кажется одно, а получается другое. Конечно, не очень хорошо тебя оскорбляют, но тем не менее, это все-таки балансирующий механизм. Знаете, когда ты видишь вот эти вот «Чаши весов» написано, да? И ты видишь, что оскорбление подымает, и это бог с ним. Брахава от слоха всего самого лучшего. Надо вдумываться в великую Тору.